сегодня мы вам покажем комнату которую переделали в студию но что интересно и в чем ее особенность это в том что ее переделывал сам хозяин комнаты то есть не было такого что вы купили всю квартиру поделили переделали и потом продали нет человек купил комнату и построил там санузел то есть он получил из комнаты свою отдельную студию покажем расскажем поговорим о том сколько это все стоило каким образом договорился с соседями погнали приветствую вас друзья вы находитесь на канале пропитер канале о недвижимости в городе санкт-петербург и так мы услышали ваши просьбы и показываем вам в очередной раз интересные на наш взгляд объект в чем его интересность в том что изначально это было две комнаты хотел сказать комнату на самом деле это было две комнаты просто одна из них была без окон и молодые люди приобрели и сделали из них студию мы какое-то время назад вам уже показывали подобного рода варианты но они отличались чем тем что это делали люди централизованно выкупали всю коммуналку делили ее на студии и потом продавали и имели на этом свой гешет тут другая ситуация люди купили себе получается две комнаты и в процессе жизни тихонечко делали все под себя на мой взгляд получилось довольно приятно и так начнем основная интересность этого объекта на мой взгляд в том что изначально было бы две комнаты но одна из них была такая короткая широкая с двумя окнами вы видите да окно раз окно 2 вот и другая часть была отделена стенкой то есть которая сейчас очень органично стала прихожей с левой стороны у нас место для того чтобы раздеть а сверху у нас всякие подсобные штуки туда можно убрать там ну сами видите да каким образом они используются прихожая причем она не очень-то и узкая счетчик отдельный сверху тоже отрисовали здесь санузел к санузлу мы вернемся несколько позже вот собственно у нас жилое пространство с учетом того что место не так много она очень хорошо на мой взгляд продумано то есть смотрите вот у нас кровать и для того чтобы не терять место под шкаф сделано таким образом подъемный механизм и здесь внутри у нас получается что-то типа большого комода на мой взгляд довольно практично потому что с одной стороны вам нет необходимости лазить на второй этаж с другой стороны у вас все под рукой верну все первоначальное положение дальше пойдемте соответственно зона гостиной тире кухни вот у нас небольшая получается кухонная зона думаю что с первого раза видно что из-за того что люди делали под себя у них очень много вот таких приятных мелочей типа например проведена сразу антенна для телевизора проведена сразу розетка для телевизора который вешается на стену его очень удобно будет смотреть второй момент что несколько у нас розеток под всякие кухонные приборы все это тоже продумано то есть видно что изначально думали как будет им лично удобно здесь же мне соответственно хозяин рассказал что сразу идет вывод под например стирать посудомоечную машину но в итоге и приняли решение не ставить некоторые зоны включаются отдельно то есть я тут сейчас понятно с первого раза не разберусь где именно что но тем не менее то есть вот у нас получилась такая приятная небольшая квартира что отдельно хотелось бы сказать мы находимся сейчас получается на выборгской стороне совсем рядом с станции метро площадь ленина здесь буквально там 33-4 минуты наверное пешком это первый момент второй момент здесь всегда можно поставить автомобили под окном то есть тоже у вас всегда видно где стоит автомобиль с учетом того что вы живете практически в центре я думаю что это великий плюс дальше ну мебель тоже не сказали что собирали себе по своим запросам так получилось на мой взгляд получилось довольно мило да с учетом того что диван тоже скорее всего раскладывается если вдруг вам приезжают гости или родители всегда можете кто-то положить не буду говорить это видно и так что все поменяли проводку трубы все батареи с регуляторами отдельно понятно включается но я сейчас на кровати уже не полезу но отдельно на мой взгляд очень прикольно сделано что эти розетка с юсби зарядкой для гаджетов прям здорово и тоже это зоны все отдельно включается причем что интересно что если вы допустим включили средство здесь вы можете там его выключить уже когда отходите ко сну особо хотелось бы отметить такую фишку смотрите то есть получается вроде бы кран и кран да но это техническая вода там воду там ну не за посуду помыть или что-то еще а вот это питьевая все в одном кране ну такое прикольно на мой взгляд вот такие решения не на самом деле очень здорово помогают именно в небольшом пространстве вроде бы казалось бы мелочь но не надо уже отдельно кран выводить что на мой взгляд плюс пойдемте в санузел и посмотрим каким же образом у нас получается из комнаты сделали именно студию именно квартиру и так итак друзья мы находимся собственно в главном месте этой квартиры потому что именно это отличает собственно просто комнату чем это было изначально от студии чем это сейчас является санузел санузел достаточно немаленький что характерно здесь была построена получается только вот эта стена вот стена срава от меня сзади и слева они были изначально то есть это было что-то типа прихожей как объяснили мне хозяева квартиры предыстория вообще появление вот этого объекта недвижимости было очень интересно в том плане что вот видите здесь стоит вытяжка и соответственно эта вытяжка при совокуплена скажем так к вытяжке но печной то есть здесь был камин который собственно протапливал я так понял всю эту квартиру и здесь было помещение для человека который именно этим занимался то есть там и прислуга чего-то подобное потому что дом он принадлежал кому-то аптекарю это старый фонд понятно же что да то есть находимся мы буквально через мост от литейного проспекта и соответственно это уже была центральная часть города нам присутся рядом в чем особенность смотрите понятно что у нас стоит приятная нормальная ванна там да ну не и даже наверно можно вытянуться при желании то есть она не маленькая это все увидите сами это я лишний раз ничего проговаривать не буду хороший приятно широкая раковина самое основное каким образом сделан ввод воды и вывод воды то есть мы потом вам покажем отдельно то есть это та история про которую я уже говорил помните как-то поменял про унитаз с блендером так это вот в общем то вот он и стоит то есть вот эта штука которая находится за унитазом она отвечает за то что когда мы смываем воду сейчас слушайте внимательно слышите сосала так вот то есть это работает таким образом что когда мы смываем воду там все чтобы туда не попало измельчается и под напором утягивает туда куда необходимо то есть данном случае у нас санузел он не так чтобы прямо рядом то есть для него необходимо это тянуть так как трубы не очень большие пущены они где-то под полом необходимо создавать дополнительное давление чтобы все уходило в общем в общем скажем так трубу но что интересно например если мы включим горячую воду то она идет напрямую так сейчас пока она просто температуры сейчас нагреется потому что там стоит газовая колонка и и горячая вода напором идет сюда и то есть ее хватает что тоже вот уже все она стала теплой то есть не потребуется дополнительно каким-то образом ее нагревать отдельно в этом помещении хотя изначально предполагали что очень может быть что напора не хватит в этом случае вот стоят выводы под бойлер для того чтобы можно было повесить отдельно водогрей и пользоваться этими благами у себя то есть быть более автономным однако не потребовалось отдельно хотелось бы сказать про эту лейку смотрите вот мы включаем она сейчас синяя и есть мнение что она должна изменить цвет когда вода нагреется о все позеленело ура ну а действительно когда вода становится уже такая что рука не терпит она становится зеленой и так настало время поговорить о цифрах вообще сколько все стоило это мероприятие и если допустим вы захотите сделать что-то аналогичное какие примерно траты вас ожидают подчеркиваю красным все что я говорю актуально на период записи ролика цены на недвижимость стремительно подчеркиваю красным стремительно меняются и если вдруг вы посмотрите его через год и скажете юрий да как же так вы нам называли такие цифры а сейчас уже это невозможно да друзья мы имейте ввиду что актуальная цена на сегодняшний момент условно что-то аналогичное можно сейчас приобрести примерно за 2 миллиона рублей учитывайте то что у нас хорошее расположение совершенно рядом метро через дорогу литейный проспект и в принципе вы можете гулять до Невского проспекта минут за 20 да и здесь можно пройтись это первый момент второй момент мы находимся над неживым помещением то есть лучше если у кого-то возникнет непреодолимое желание эту мокрую точку убрать ему сделать это будет очень и очень сложно потому что в принципе вы не нарушаете на пыль законов и теоретически сохраняется возможность это дело в законе по деньгам то есть 2 миллиона примерно это 25 квадратных метров по цене ремонта то есть ну наверное миллион при условии что можно дешевле если вы будете делать как это делал хозяин очень многие вещи контролировать самостоятельно самостоятельно все планировать и уже строителям говорить как именно делать то есть это конечно позволит вам сэкономить достаточно большую денежную массу скажем так то есть и того допустим за 2 800 3 миллиона вы можете получить что-то подобное или как вариант купить что-то подобное уже готово но конечно же чуть дороже что же пойдемте посмотрим остальную квартиру и те выводы выводы воды как сделано вода не интересно вам показать так ну что ж друзья вот соответственно давайте теперь посмотрим вообще квартиру то есть вот у нас вход в нашу отдельную квартиру в квартире вот у нас вход в общую квартиру коммунальную здесь его у нас получается боюсь вам забрать раз-два и там еще две комнаты ну короче 5-6 комнат так ну по-моему две из них принадлежат этому хозяину то есть вот у нас классическая прихожая такая широкая здесь стоят у нас стиральные машины которые принадлежат кому-то из жильцов и вот у нас получается трубы которые идут в нашу квартиру то есть вот горячая вот холодная вот у нас ванная труба через которую собственно все из унитаза скажем деликатно идет в санузел сам санузел у нас находится вот здесь то есть вот у нас туалет классика отдельно висящая очко вот у нас вам тоже стиральная машина душевая кабина в принципе ничего не мерзко то есть нормально вот у нас опять же стоит газовая колонка от которых горячая вода идет отдельно туда в студию вот у нас стоят получается вывода которые запитаны как у нас уходит в принципе как говорит хозяин договориться с соседями не составил никакого труда просто по той причине что меньше нагрузка на общий санузел меньше здесь народу бывает соответственно тем лучше ну что ж друзья спасибо вам большое я надеюсь вам этот ролик понравился подписывайтесь на канал жмите на колокольчик ставьте лайк делитесь друзьями и пишите темы которые вам было бы интересно посмотреть до свидания